Пандемия COVID-19 изменила уклад нашей жизни. Уже почти три месяца мы не ходим в кафе, кино и театры. Спортзалы и танцевальные классы тоже пока не вернулись в прежний режим работы. Что подготовили тренеры и хореографы для своих подопечных, для их формы и настроения? Сейчас узнаем. Групповые занятия и соревнования можно проводить только в онлайн режиме, но есть и законные способы для занятий вживую. Достаточно соблюдать некоторые правила. Один на один заниматься можно, в любом случае, как персональные тренировки, но опять статус этих тренировок, он тоже, скажем, такой добровольный характер, поскольку сейчас запрещено проведение массовых мероприятий. Тренер по спортивной аэробике Людмила Жига должна была ехать со своими воспитанниками на международные соревнования. Но апрельская поездка в Калининград сорвалась, и с объявлением особого режима пришлось полностью переформатировать свою работу. В мае Людмила и ее коллега Елена начали заниматься с ученицами в парке. Благо, погода позволяет, и индивидуальные тренировки все-таки безопасны. Мы можем по одному выходить и бегать кросс хотя бы, делать какие-то беговые упражнения опять же. На свежем воздухе много чего можно сделать, уже практически как в зале. До того, как режим самоизоляции немного смягчили, спортом занимались исключительно дома. Занятие только через программу Zoom. Основной упор на общую физическую подготовку, пресс, силовые и растяжка. Через онлайн-трансляцию спортсмены даже провели соревнования. Дети снимали видео, например, отжимания за минуту количество раз, складки за минуту, количество раз пистолетики. Снимали, присылали видео. Я, естественно, все застекала, считала, фиксировала протокол и подводились итоги. От спортивных историй к танцевальным наша съемочная группа посетила школу Полдэнс. Зал простаивает, хромированный пилон и скучает по танцорам. Совсем недавно на них исполняли рискованные и вызывающие красивые трюки под зажигательную музыку. Раньше в студии танцевало 20 групп. Сейчас художественный руководитель Ксения Кислицына приезжает позаниматься одна. О своих ученицах тоже не забывает. Видеоуроки и онлайн-трансляции помогают держать связь, обучать новым танцевальным связкам и движениям. Мы сразу же записали бесплатные онлайн-тренировки для дома на подкачку, на растяжку. Создали дополнительный аккаунт, где за небольшую стоимость можно было заниматься более усиленно. Сложность в том, что далеко не у всех дома есть пилоны. Поэтому Ксения адаптировала программу под домашние репетиции. Художественную часть отложили до лучших времен. Акцент пока ставится на физподготовку. Специально для наших зрителей Ксения показала эффективные упражнения. Начнем с осложненного вида планки. Становимся в планку на локтях. Выравниваемся, следим, чтобы таз не поднимался, не опускался. И поочередно опускаем таз вправо и влево. Следующее упражнение на укрепление спины. Ложимся на живот. Кладем руки за голову и делаем подъемы корпуса наверх. Следующее упражнение на укрепление брюшного пресса. Ложимся на спину. Кладем руки за голову. Сгибаем ноги в коленях. И поочередно достаем локтями до коленей. Каждый подход делаем минимально 10 раз и несколько подходов. Спортсмены и танцоры ищут любую возможность, чтобы передать свои умения. При этом они соблюдают все необходимые правила безопасности. Уже открываются магазины и салоны красоты. Кафе работает на вынос до 31 мая. Если обстановка с коронавирусом будет благополучной, то скоро можно будет вернуться к своим наставникам в любимые школы и клубы. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Даниил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.